Здравствуйте! Это первая вечерняя смена в 2021 году. В студии Ирина Газаева я поздравляю всех вас с Новым годом, счастья и добрых нам новостей. Конечно, в Новом году лучшее, наверное, правильное пожелание – это здоровье. Отмена массовых мероприятий, закрытие или ограничения на работу ресторанов и кафе по всей стране. Меры самоизоляции приняты для того, чтобы вирус не распространялся с большой скоростью. Однако стало известно, что в мире стал появляться новый британский штамм коронавируса. Может ли оказаться этот штамм более опасным и какова вероятность распространения в Российской Федерации, говорим с экспертами в нашей студии. Это начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора в пригородном районе Мадина Цирикаева, заведующая приемным отделением КБСП Юлия Тимченко и заместитель главного врача поликлиники номер один Ахшарбек Абисалов. Здравствуйте, спасибо, что пришли к нам в студию. Мадина Сулеймановна, сразу к вам обращусь. Вот есть ли опасность, что этот британский штамм, а сейчас о нем говорят очень многие. Сегодня, вчера стала известна эта информация, и люди чуть-чуть стали нервничать, перепугались, мне кажется. Вот есть вероятность, что он будет распространяться и в Российской Федерации, но потом уже и к нам тоже придет. Добрый вечер. Хочется поздравить всех с Новым Годом, как вы уже сказали, пожелать первое здоровье. Это основное, что нужно сегодня и нашим телезрителям, и всему миру, наверное. Конечно, да, сегодня тема, она появилась уже давно, но в Российской Федерации тема номер один – это появление первого случая заражения британским штаммом, так называемым. Выявили его в декабре, где-то в начале. В конце декабря, да, перед Новым Годом. Об этом вчера официально заявила главный государственный санитарный врач Российской Федерации Попова Анна Юрьевна. Данный штамм был выявлен у гражданина Российской Федерации, который вернулся из Великобритании. И, как заявляет руководитель Роспотребнадзора, сейчас этот человек чувствует себя удовлетворительно, он не предъявляет никаких жалоб на свое состояние и за ним, естественно, наблюдают. То есть бессимптомно протекает болезнь? Да, симптоматика у него в настоящий момент, как было заявлено, отсутствует. Но здесь нужно отметить, что еще в декабре, когда уже стало известно о появлении, о мутации SARS-CoV-2, о появлении нового штамма Великобритании, были приняты ограничительные мероприятия, было приостановлено, да, и сообщение с Великобританией. После того, как сообщение было восстановлено, у нас действует постановление главного госсанврача, государственного санитарного врача Российской Федерации, о том, что все граждане, которые прибыли из Соединенного Королевства Великобритании, Северной Ирландии, они проходят режим самоизоляции 14 дней, вне зависимости от того, какой у них результат на новую коронавирусную инфекцию. Только из Великобритании? Да, только из Великобритании. Мы же знаем, что из всех зарубежных стран граждане, которые прибывают, они должны в трехдневный срок провести обследование на новую коронавирусную инфекцию и загрузить свои результаты на госуслугах. Но это рекомендация? Это рекомендация. Здесь же они обязательно, постановление главного государственного санитарного врача, оно обязательно для исполнения гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. И все граждане, они в обязательном порядке, которые прибыли из Великобритании, они проходят режим самоизоляции. Это 14 дней, который рекомендован у нас для новой коронавирусной инфекции, как это было в самом начале развития пандемии в 2020 году. Спасибо. Напомню нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить нам и задать свой вопрос. Мадина Сулеймановна, вот есть у меня знакомый человек, который приехал из-за границы, в Москве они у нас. Значит, в самолете было, их попросили о том, что в аэропорту нужно будет заполнить анкету. Пассажиры были, в принципе, готовы ее заполнить, но на самом деле никто ничего не проверил и не спросил, они так и уехали. Вот как эта система контролируется у нас? Я не говорю про другие города, а вот наши республики. Граждане, которые прибывают на территорию Северной Осетии, у нас есть воздушное сообщение, не международное, а внутренние рейсы по Российской Федерации. Все граждане заполняют анкеты. Если кто-то случайно анкету не заполнил, то эти данные обо всех пассажирах, которые прибывают в город Ладикавказ, в аэропорт Ладикавказ, у нас есть. Эти данные всегда поступают в управление Роспотребнадзора. Бывает так, что неправильно гражданин указал либо номер телефона, либо адрес. Здесь нам помогает МВД, мы взаимодействуем ежедневно в очень тесной связке. До сих пор. И абсолютно все граждане, конечно, под контролем. Говорят, что в скором времени без прививки от COVID-19 невозможно будет выезжать. Есть такое мнение или пока еще официальной информации нет? Сегодня мы говорим о том, что вакцинация против коронавирусной инфекции добровольная, но она уже внесена в национальный календарь профилактических прививок. И все прививки, которые указаны в данном документе, это нормативный документ, который тоже обязателен для исполнения, они, конечно, должны проводиться гражданам Российской Федерации. Кроме того, у нас существует федеральный закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней. И там указана определенная статья 5 права и обязанности граждан. И здесь указано право граждан на добровольную иммунизацию. Но существует определенное ограничение. Как это будет в отношении коронавирусной инфекции, пока неизвестно. Такая предпосылка есть, потому что есть запрет для всех прививок этим федеральным законом ограничения на выезд в страны, где международными медико-санитарными правилами требуются те или иные прививки. И, конечно же, есть такая возможность, что это будет так. Спасибо. Как у нас проходит вакцинация? В первой поликлинике вы первые стали вакцинировать? Уже второй этап? Первая партия была провакцинирована 42 пациента привиты. Как я ранее говорил, что из 42 привитых у некоторых отмечалось легкий, так скажем, в рамках инструкции по применению осложнений. Это как легкий озноб, повышение температуры до субфибрильных единиц. Никаких других осложнений не отмечалось. На сегодня привито 95 человек всего. Завтра планируется, еще записались на прививку 15 человек. Это вот на завтра будут прививаться. Я задал вопрос нашим по записи, вот шел на эфир. А кто, говорю, это медики, учителя, кто? Три медика, два учителя, остальные это простые граждане, которые позвонили и записались на прививку. А 65 плюс входят в это количество людей? Только я на сегодня не уточнил, сколько из них возрастные, но она уже допущена. 65 плюс можно прививаться без всяких осложнений. Спасибо. А вот у нас телезритель дозвонился, просит передать вопрос. Сами вы вакцинировались? Я переболел. А переболевшим вакцинироваться не нужно. Коллеги, вот рекомендации, методические рекомендации есть. Кто подлежит вакцинации переболевшим, вакцинироваться в ближайшее время не нужно. А вообще можно сказать, что сегодня люди сомневаются делать вакцину? Есть такое? Почему сомневаются? Наверняка и вы сомневаетесь, если вы не привились. Потому что информации, чем больше мы дадим медики, информации населению о безопасности этой вакцины, тем лучше. Поэтому мы, наверное, сегодня здесь об этом и говорим, что прививаться нужно. Это единственное средство, которое может нас защитить от этой коварной болезни. Но уже сегодня понятно, что эта вакцина, она безопасна. На нашем примере, первые поликлиники, мы же прослеживаем за состоянием здоровья вакцинированных. Ослаждений нет. А сколько времени нужно следить за пациентом? Дня три, у кого-то до четырех, до пяти дней. Да, вот эти простудные явления легкие. Потом все проходит. Один Сулейман, какая у нас статистика сегодня? Сколько человек каждый день, вот на сегодняшний день, да, сколько человек заразилось? На сегодняшний день у нас за сутки 81 случай подтверждения новой коронавирусной инфекции. И мы перешагнули за 13 тысяч. Да, уже мы. До 13 тысяч, 13 человек. Среди которых была отмечена подтвержденная новая коронавирусная инфекция. Мы идем на снижение? Мы сейчас стабильны. У нас показатель распространенности, коэффициент распространенности равен 0,99 на сегодняшний день. В идеале он должен быть меньше единицы. То есть единица, мы стабилизировались, достаточно на высоких цифрах, конечно же, но пока мы стабильны. И телезрители, которые следят за статистикой, что в пределах 80 случаев ежедневно мы регистрируем. Спасибо большое. Юлия Валерьевна, сколько за сутки поступает в больницу в КБСП человек? Ну, вы знаете, в последнее время... Сколько обращений? Добрый вечер, простите. В последнее время мы отметили тенденцию к снижению обращаемости. Тем более к снижению пациентов, которые необходимо госпитализировать. В последние дни после Нового года, если до Нового года порядка 200 человек обращались за сутки, сейчас где-то порядка 140. Из них 40% нуждаются в госпитализации. И остальная часть, те, которые либо у них нет клинических проявлений, таких как пневмония, либо у них есть клинические проявления, но они в легкой форме, и они нуждаются в амбулаторном лечении. То есть в больницах снижение надо, наверное, объяснить для зрителей, потому что Роспотребнадзор учитывает и бессимптомных тоже, да? Да, конечно. А здесь симптомы. С какими симптомами обращаются? Насколько тяжелобольные? Тяжелобольные бывают? Тяжелобольных пока достаточно. Одышка, температура высокая, чувство нехватки воздуха. Тяжелых много. А на ИВЛ? На ИВЛ на данный момент, ну, учитывая, что у нас около 50 человек реанимации, на ИВЛ у нас порядка, точно скажу сейчас, порядка 20. Угу. А как-то в самом начале, когда появился вот и вирус, и эта тема поднялась, то была информация, и многие врачи тоже говорили, что вот, может, даже не врачи, не помню, где-то читала, что ИВЛ, по сути, это как приговор для больного. Сегодня мы можем так сказать? Нет. Не все пациенты, которых переводят на ИВЛ, не для всех пациентов это приговор. Часть пациентов, которые были переведены, они также были экстубированы, и потом были выписаны. Ушли своими ногами домой. Спасибо. Вот нет вероятности, что после новогодних праздников, когда мы все друг с другом уже встретились, там, не знаю, погуляли, нет вероятности, что возможен всплеск заболеваемости? Да, конечно, он есть. Мы настоятельно рекомендовали проводить и встречать Новый год дома, кругу семьи, потому что это по-настоящему семейный праздник. Минимально ограничить все свои контакты, посещение развлекательных учреждений и так далее. Больше проводить времени на свежем воздухе сегодня. Для этого возможность есть. Здесь у нас и каток открыли, да, и на площади, в парке очень замечательное, можно провести время. И, конечно же, все равно контакты, которые тесно имели место быть, они могут привести к всплеску заболеваемости. И здесь, когда люди не соблюдали социальную дистанцию друг с другом, не соблюдали масочный режим в закрытых помещениях, да, который рекомендуется, это объекты торговли, общественный транспорт, риск распространения, дальнейшего распространения инфекции, конечно, есть. А вот сегодня не сформировался вот такой какой-то, ну, определенный, участие населения, определенный иммунитет, чтобы уже, ну, настолько вирус не был контагиозен. Вот нет этого иммунитета у населения? Ну, наверное, коллега лучше об этом скажет. Да, я отвечу, постараюсь ответить на этот вопрос. К сожалению, Северная Сетя не входит в ту часть субъектов Российской Федерации, где проводятся массовые исследования коллективного иммунитета. У нас такие субъекты есть. Мы не вошли. Но исследования на антитела, наши граждане знают это, да, антитела иммуноглобулины G, иммуноглобулины M, вот именно иммуноглобулины G говорят о том, что человек перенес заболевание, у него сформировался иммунитет. Сроки, длительность иммунитета сейчас говорят, что это примерно 6 месяцев, мы на это надеемся и рассчитываем. И исследования данные, к сожалению, проводятся только в коммерческих лабораториях. У нас есть часть граждан, которые эти исследования провели. И если говорить о том, какой иммунитет сформировался, здесь нужно говорить, что не все люди могут себе позволить, либо хотят и желают обследоваться, есть ли у них иммуноглобулины G. И по тем исследованиям, которые проводятся, мы ежедневно их мониторим, лаборатории нам подают эти данные, 1,33% населения нашей республики у нас имеют иммуноглобулины G. То есть они переболели и у них сформировался иммунитет. От обследованных, это от населения 1,33%, от всех обследованных, которые были обследованы, это 6%. Ну это хорошая цифра. А поликлиники не делают тесты на антитела? Тесты на антитела, это делают лаборатории, которые это для пациентов. Но поликлиники сейчас... Вы знаете, почему спрашиваю? Ведь можно же плазмой лечить, да, плазмой лечить больных, у тех, у кого есть антитела. Который амбулаторно плазмой не лечим, это стационарный. Я не говорю про амбулаторно, да, понятно. Я хочу сказать о коллективном иммунитете. Процент переболевших или вакцинированных должен составить более 50% от населения. Вот тогда мы можем говорить о коллективном иммунитете. Если мы говорим сегодня, что делать, и вот после праздников, что будет происходить, наплыв больных, по вызовам, которые были вот за выходные дни, работало две, этот, круглосуточно у нас две неотложки, две бригады, да, круглосуточно неотложной помощи работало. За выходные вызовов было 173, из них ночных 43 вызовов. Из них по поводу вот таких заболеваний, в дальнейшем потом они... Подозрения на ковид. Да, вызывалась скорая помощь, кому необходимо были, направляли. Если мы говорим, что вышли на так называемая плата, то на самом деле сегодня можно говорить о незначительном снижении вызовов по поводу ОРЗ, ОРВИ. Незначительное снижение отмечается на сегодня. Терапевты успевают? Терапевтам трудно, но мы стараемся успевать. А есть у меня тоже и знакомые, не просто, не голословная, есть знакомые, которые вызывали врача, не ваша поликлиника, но терапевт позвонила и сказала, ну что мне делать, у меня 37 на сегодня вот... Это было вот за выходные? Да, за выходные дни. Ну как я, я физически не смогу к вам приехать? Практически, я не знаю, где это происходило. В нашей поликлинике организована была работа дежурной службы и в том числе узких специалистов с 8 до 8 вечера дежурили. Практически работали в обычном режиме. Поликлиника работала все праздничные дни в обычном режиме. Повторюсь, в том числе работали узкие специалисты. Спасибо, спасибо вам большое, спасибо, что сегодня пришли к нам в студию, поделились своим мнением. Коротко, мне бы хотелось, чтобы каждый из вас или кто-то из вас обратился к нашим телезрителям с своей просьбой. Давайте. Вы, Ахшарбек. Ну, у меня просьба, на самом деле, повторюсь, но в данном случае это повторение, его нужно говорить населению. Не все понимают, опять же, каждый эфир я повторяю, что вот буквально сегодня опять в коридоре встречаю человека без маски. Пришел в поликлинику за 65, задаю вопрос, а я уже переболел. Ну, а может быть переболел, правда? А вот, кстати, если переболел, нужно носить маску? На входе... Все-таки нужно. Обязательно. Обязательное условие в медорганизацию и в общественный транспорт и так далее, без маски. А тогда объясните, почему... Да, объясните, почему, если уже есть антитела, для чего человек, который переболел, должен надевать маску? Неизвестно, есть ли у него антитела. Справку в кармане не носим. Поэтому, если есть установка ограничительные мероприятия, их нужно соблюдать. Спасибо большое. Спасибо, что сегодня пришли. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо. Мы вернемся после короткой рекламы. Если продолжить тему здоровья, то, несомненно, чтобы его укрепить, нужно много гулять и вести активный образ жизни. Современные люди сегодня больше сидят в интернете. Кстати, многие узнали именно оттуда, как же преобразился наш город. Какие потрясающие праздничные локации появились в центре Владикавказа. Руководство управления культуры объявило о конкурсе на лучшую фотографию с новогодней локацией. Победители сегодня в нашей студии. Ну и, конечно, исполнилась еще одна долгожданная мечта всех детей и взрослых. Это открытие ледового катка. О результатах фотоконкурса и о том, успел ли уже приобрести популярность каток, говорим с начальником управления культуры администрации местного самоуправления города Владикавказа Русланом Морзоевым, который присоединится к нашей беседе чуть позже. А пока у нас победители этого конкурса. Девушки-красавицы, поздравляю вас с Новым годом. Спасибо. И с победой. Спасибо. Как приняли участие? Откуда узнали? Что отправили? Со мной поделился информацией мой друг, который тоже любит фотографировать наш город, с удовольствием это делает. Я тоже очень люблю фотографировать наш город. И он, зная, что у меня есть вот эти фотографии, именно площади свободы, удачные кадры, говорит, прими участие в конкурсе. Да, вот это вот моя работа. То есть она у меня уже была готова к тому времени. Не специально фотографировали, не специально выезжали? Да, 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 это было удачное такое совпадение, да. Вот, я вышла просто вечером пройтись, слава богу, было время, ну, несмотря на... Ну, то есть вы выстраивали кадр, да? Или это просто так быстренько, мой, как симпатично, да, и щелкнул? Ну, я больше люблю, знаете, такие работы импрессионистические. То есть на эмоциях, на чувствах, то есть вот что-то увидеть и передать это как-то так, вот как другие, может быть, не видят, да? Вот это вот отражение, вот это вот на мокром граните. Очень удачное вот покрытие было. Сочетание цвета тоже, да, цветов. Да, 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 да. И вот сочетание этих цветов, этих колечек, просто это было вот очень-очень удачно. Ну, и вообще, конечно, весь центр украшен, ну, невероятно. Люди с удовольствием вот, кстати, фотографируются. Я как раз этот момент тоже за... Где и детишки, и все. В общем, в этом году у нас, конечно, это очень красиво. Это было несложно. То есть увидеть, сфотографировать, это было приятно. Спасибо. Юлия, но вы в форме. Да. Вы не творческий человек. Я вижу творческий, но работаете вы в пресс-службе. Я работаю по адресу, можно так сказать, да, я работаю в пресс-службе МВД. Фотографирование тоже входит в нашу работу, и написание текстов, и творческих, и нетворческих, всяких разных. Вот, поэтому нельзя сказать, что мы нетворческие люди, очень даже творческие. Пока мы рассматривали фотографии, в нашу студию зашел и Руслан. Добрый вечер, Руслан. Спасибо, что пришли. Мы стали уже говорить о конкурсе, о том, как это вообще классная идея была. Расскажите, почему решили провести этот конкурс? Ну, это было такое спонтанное решение. Мне очень приятно видеть вживую фотографов теперь, которые трудились. Вот. Мы просто с сотрудниками наблюдали несколько дней, какие интересные фотографии появляются в Инстаграме. и решили, а почему бы не объявить конкурс, раз людям так понравилось фотографироваться, раз они ищут какие-то нестандартные подходы к фотографии, давайте объявим. И это был вот такой наш внутренний конкурс нашего управления. И мы не ожидали даже, что люди так откликнутся живо, и столько работ будет интересных. Поэтому, как я вот отвечал даже в комментариях, что мы хотели трех выбрать, а выбрали 15. 15 у нас победителей, да, поэтому мы их в ближайшие дни, вот в канун Старого Нового года, планируем пригласить в Дом Деда Мороза, со всеми познакомиться и там наградить. Какая награда будет? Небольшие подарки просто на память будут от нашего управления. Чем вас удивили фотографии Милены? Ну, мне так вот трудно сейчас... Вспомните, давайте нам сейчас режиссер покажет фотографии. С детьми, да, вот мне очень понравилась вот эта серия. Я читал комментарии мамы одного из детей, что вот они придумали эту идею с почтовым ящиком, на скотч там прикрепили ее к столбу, все. Так, кто эту идею придумал? Это надо у Милены спросить, уже не у меня, да. Да, ну, во-первых, конечно, хотелось бы поблагодарить вообще управление культуры республики. Это невероятно. Просто в этом году украсили город, оформили бесподобно. И вот прогуливаясь в очередной раз по городу, увидев тогда еще даже и ретроавтомобиль не было при входе в парк, мы увидели главную елку и стали появляться идеи просто одна за другой. Новый год — это такой праздник больше, конечно, для детей. Это чудо всегда. И сюжеты с детьми, они как-то так сами собой, можно даже сказать, но не без помощи оформления. То есть оно сделало свою роль. Ты когда видишь эти огоньки, особенно вечером зажигается, мы ждали снега, чтобы сделать. Но для того, чтобы сделать фотографию, которая транслирует, скажем так, какое-то чудо, которое говорит о чем-то, нужен был сюжет. То есть фотография должна что-то, о чем-то сказать. И вот как раз-таки о том, что дети пишут письма Дедушке Морозу и ждут потом в ответ, нам показалось очень-очень интересно. И решили в один вечер этот ящик сконструировать просто из того, что из подручных материалов. Это был просто цветной картон, это были там светильники. Ну то есть вы не к конкурсу готовились? Нет. Еще не знали о конкурсе? Значит, конкурс в тот момент, именно что касается фотографий с почтовым ящиком, он в тот момент был уже запущен. Это значит фотографии с ретроавтомобилем мы сделали еще до конкурса, вот просто вдохновляясь тем, как оформлен город. Идея с почтовым ящиком, она уже пришла позже. Ну не сказать, что прям для конкурса, а я же говорю, вот обстановка была такая. Мелена была очень плодовита, просто я следил, и чуть ли не каждый день появляются новые фотосессии. Хотя у нас остались еще фотографии. А сколько фотографий всего вот на эту тему и в этих локациях? Ну там, по-моему, три или четыре серии было фотографии, просто выкладывали такие уже наиболее удачные. Ну там много фотографий, на самом деле, из этой серии, там и по одному, когда они около ящика стоят. Ну просто здорово получилось, и мы оценили именно момент, что они сами добавили элемент в оформление, чтобы получилась сказка. Ну, кстати говоря, не все поняли на тот момент, что этот элемент был добавлен нами. Девушки подходили, было ощущение, что они хотели даже и оставить письмо, ну то есть что так задумано. И, кстати говоря, потом мы и узнали, что такой ящик, в принципе, в городе и в Портаве. Да, в Портаве и в Портаве, да, здорово, очень здорово. Почта России поставила свой ящик, и можно было отправлять письмо Деду Морозу. До сих пор по-моему, очень хорошо. Спасибо. Но мне кажется, вот у таких локациях, правда, очень все красиво, фотографии, ну не могли выйти как-то не очень, да, некрасивыми и неталантливыми, наверное. Сколько всего приняло участие в этом конкурсе? Честно, не считали, просто люди ставили хэштег, потом кто-то, может быть, закрывал свой аккаунт или, может быть, редактировал, потому что некоторые фотографии вдруг пропадали, и я вот, когда был в прошлый раз на эфире, у вас рассказывал про фотографию с собакой, которая мне лично очень понравилась, вот, и она волшебным образом где-то потом мелькнула в ленте, и я сразу добавил закладки этого человека, потому что она была хэштегом отмечена, потом почему-то хэштег исчез, вот, но мы человека все равно этого отметили. Но оценивал работу кто? Это был конкурс чисто нашего управления, и мы вместе с сотрудниками обсуждали все фотографии, выбирали лучшие, кому что нравится, потом уже из такого небольшого количества мы выбирали те, которые больше всего понравились. И вот, ну, вышло 15 человек, меньше уже мы не смогли просто. Милена, а вы тоже не фотограф или фотограф? Я начинающий фотограф, да, и поэтому, конечно, очень вдохновляет, очень много идей, я даже думаю, делаем еще серии. Так, уже планы какие-то есть? Тем более, обещали снегопад, да, да, мы ждем, кстати говоря, и для почтового ящика ждали снег, потому что снег можно нарисовать. Ну, конкурс уже закончился, да. Но это для себя. Искусство осталось, да. Оформление остается, поэтому у них есть еще вся зима впереди, чтобы они творили. А, до конца зимы будет, да? Ну, кроме елок, конечно, все остальное мы оставляем, ничего не убираем. Замечательно, очень здорово. Спасибо, Руслан. Отдельная благодарность. Я вот у вас пока не была сказала, что долгожданный каток, наконец-таки, в нашей республике появился. Ура, и спасибо вам большое. Вот спасибо за тот праздник, который устроили и детям, да и взрослым. Главный вопрос сегодня. Каток цел? Каток цел, да. Все с ним в порядке, потихоньку люди привыкают, бережнее к нему относиться. Есть в соцсетях, была информация, что его уже повредили. Это было небольшое повреждение, мы его в течение часа буквально устранили, поэтому на работу катка это вообще никак не повлияло. Но в дальнейшем, ну вот нет опасности, что будут еще какие-то, ну вандалы, они существуют. Ну это был не вандализм, в данном случае это была скорее невнимательность одного из родителей, который ребенка запустил за ограждение, и тот наступил и сломал трубку охлаждающую. Ну и потом где-то тоже писали, что и подарки вот около тех машин, которые стоят у входа к парку, да? Это неизбежно, это неизбежно, все уберечь нельзя. Я наоборот даже хочу в этом году сказать, более аккуратно люди стали относиться, более бережно. Видимо, все-таки вкус к хорошему мы прививаем. У меня один, вот думал, попаду, не попаду, к вам на эфир скажу про этот негативный момент. У нас есть одна елка, которую, ну можно сказать, горожанам подарило руководство торгового центра столица, они рядом с собой сквер ее поставили, так вот ее наполовину, вот насколько, наверное, рука достает, человеческая ее полностью разделили, игрушки, банты, все с нее сняли. Вот меня этот момент огорчает, потому что все-таки это делается для того, чтобы глаз человеческий радовался, когда будет гулять, чтобы дети вокруг могли погулять, посидеть, отдохнуть. Вот это был один негативный для меня момент. В остальном в этом году, я говорю, слава богу, у нас все в целости, сохранности. Подарки какие-то мелкие, там, неприятности с оформлением, они всегда случаются, ничего в этом страшного нет. Спасибо. Каток сколько будет работать? Каток будет работать до конца зимы. И какое время? Вот сейчас мы его пока в тестовом режиме эксплуатируем, потому что люди тоже учатся работать с этим оборудованием, к нам приезжают специалисты, показывают, что-то объясняют, мы по ходу меняем что-то в работе катка, и я думаю, что в ближайшие недели-две мы наладим вопросы проката, все-все мы там наладим, и уже он будет полноценно функционировать. Спрос большой, мы понимаем, есть ледовая арена, но, видимо, людям хочется все-таки на свежем воздухе покататься, такой интерес именно из-за того, что это на свежем воздухе каток, ехать куда-то в горы где-то кататься, тоже далековато, не у всех есть возможность, а здесь в городе как бы в центре внимания он появился, и я думаю, что он будет пользоваться спросом до конца года, потому что в спортивных магазинах коньков нет. Мы, например, из Москвы везем коньки, потому что купить их не представляется возможным у нас в республике сейчас. Но и зима у нас не очень холодная бывает. Для катка это не помеха, даже вот в самый жаркий день было плюс 15 на выходных, и каток немножко начал подтаяивать, буквально на час потом стабилизировалась работа, то есть до плюс 15 на его работу абсолютно не влияет температура, он может спокойно работать. Спасибо. В Центральном парке Ахитагурово продолжает работать уже такой полюбившийся дом Деда Мороза. До какого дня он работает? Есть ли еще возможность туда попасть с детьми? И да, вообще нравится это детям? Как вы мониторите эту ситуацию? Спрос большой. Вот сейчас, конечно, уже началась школа, детские сады, родители вышли на работу, и, думаю, в дневное время спрос будет не такой, но в вечерние часы, и вот на выходные он работает до 17-го числа, на 16-17, насколько мне сказали, по-моему, билетов уже нет, туда все раскуплено. На вечерние сеансы тоже раскуплены билеты, вот остаются какие-то на дневные сеансы. Популярностью пользуются, детям нравится, детям интересно, потому что все-таки это сейчас не только дом, но и некая сказочная атмосфера вокруг него, и дети гуляют, там есть рядом мастер-классы бесплатные, где можно посидеть своими руками, что-то сделать, и поэтому очень многие подходят и хотят вот прям зайти в эту секунду, попасть в дом Деда Мороза, к сожалению, ну нет такой возможности, очень много желающих. В новогоднюю ночь многие выезжают в центр города, выезжают к главной елке, ждут какое-то представление. В этом году его не было. Извечный вопрос. Да. Почему? Не рассматриваете этот вот вариант? Мы его рассматриваем, но все-таки вот с нашими коллегами из МВД мы 31 и 1 число мы обходим. В эти дни мы ничего не делаем. А следующий? Чтобы спокойнее прошла новогодняя ночь, потому что фейерверки во всем городе. Мы, конечно, будем стрелять выше и громче, чем все, но тем не менее, общее новогоднее настроение, это нисколько, мне кажется, не изменит. Мы, вот, было огорчение, если помните, когда в Инстаграме появилась новость о том, что не будет концерта открытия елки, что мы елку торжественно не зажжем, и все высказывали по этому поводу огорчение. Но мне кажется, вот тот формат, что мы сейчас предложили, когда гуляния, вот они до 17 января у нас продлятся, то есть и концерты у нас будут, и мастер-классы продолжаются, и Дом Деда Мороза работают. На площади они продолжаются, вот они каждый день, вечером концерты на площади. Во сколько? В 6.30, вот сейчас мы сдвинули время из-за того, что рабочие дни начались, мы на 6.30 сдвигаем начало, и до 17-го числа это будет уже длиться. Поэтому, как бы, новогоднее настроение, мы его вот растянули на целый месяц, получается, у людей. Мне кажется, люди это оценили. Это оценили, у вас это получилось, спасибо вам большое за это. Но вот вы несколько раз уже сказали, что следите за комментариями в социальных сетях. Для вас это важно? Как реагируют люди? Для меня важно вовремя отвечать людям и вовремя давать им информацию, потому что вот когда появился каток, тут же в некоторых инстаграммах, именно в новостных, появилась информация, что там каток стоит 200 рублей. Нигде не было, официально мы не публиковали эту информацию, мы всегда говорили, что это бесплатно. Но тут же появилось 200 рублей, все, естественно, уже некий негатив появляется у людей. Вроде бы недорого. А сколько стоит? Бесплатно. А, он бесплатный? Он бесплатный каток, да. То есть если у меня есть свои коньки? Вы можете прийти совершенно спокойно кататься хоть весь день на катке, никаких проблем нет. Прокат, естественно, он платный, потому что мы покупаем коньки, мы нанимаем людей на работу, им надо каким-то образом платить. Поэтому вот из денег проката это делается. В принципе, каток сам по себе, вот это мероприятие, оно не для дохода города, не для дохода нашего управления. Это, можно сказать, что это поручение сверху нам, что для людей вот такие развлечения, они должны быть бесплатные. Вот, поэтому максимально все, что мы можем сделать бесплатно, мы делаем бесплатно для людей. То есть те же мастер-классы, около 300 мастер-классов бесплатных для детей, где они могут сделать своими руками подделку. Тот же новогодний трамвай, который ходит по вечерам, да, и там тоже говорят, ажиотаж страшный, я не знаю, что делать, потому что у нас нет второго ретро-трамвая, который можно было бы дополнительно выпускать на линию. Люди очень хотят покататься на этом трамвайе. А что бывает в этом трамвае? Ну, казалось бы, ничего необычного. Ничего. Просто трамвай едет по городу и показывает новогодние фильмы. Ну, атмосфера, да, атмосфера. Атмосфера именно вот, что все вместе едут, дети, взрослые радуются, смеются. Ну, и потом в Деду Морозу можно на этом трамвае приехать. Ну, не совсем, пока у нас на проспекте мира реконструкция продолжается. Может быть, на следующий Новый год уже можно будет доехать. В общем, ну, вот нам хотелось, чтобы люди... Понятно, что время тяжелое, и не каждый может, когда двое-трое детей в семье, позволить себе новогодние развлечения. Вот наша задача, чтобы люди могли себе это позволить. Поэтому мы делаем бесплатно. Спасибо вам большое. От души благодарю вас. Я думаю, что и все телезрители присоединяются к моей благодарности вам за ту красоту, которую вы нам подарили. Правда, спасибо. Это восторг. Спасибо вам. Спасибо, спасибо, что пришли к нам в студию. Вернемся через короткую рекламу. Продолжаем наш эфир. Реабилитационный центр детей-инвалидов Алания в марте этого года выиграл президентский грант на создание театральной студии. Студия уже набирает обороты. И сегодня в концертном зале Медицинской Академии премьерный показ спектакля «Волшебная свирель от Самаза». Как работает в условиях пандемии новым театральным студием? Говорим с гостями в нашей студии. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию. Всех с праздником, с Новым годом. Ну, первый вопрос, наверное, режиссеру. Как работает за сегодня? Хорошо. Слава Богу за все. Самое главное, конечно, чтобы все мы были живы и здоровы. А все остальное, наверное, делается нашими руками. Коллектив у нас очень хорошенький. Очень прям все-таки... Но это была первая премьера или уже вторая премьера? Это была вторая премьера, да. После того, как Ханзарифа Рамазановна выиграла грант, который она готовила в течение пяти лет, пять лет она упорно трудилась, трудилась. И все-таки выиграла, слава Богу, за все. И так получилось, что вот период пандемии, но мы все равно работали, работали в WhatsApp, делали дав, да. И постарались, постарались. Потом вышли на площадку, когда у нас была такая возможность, когда ослабили режим. И 20 октября у нас состоялась первая премьера. И сейчас вторая премьера со вторым составом. Слушайте, ну не у каждого театра есть. И первого, и второго, у вас даже два состава. Да. Ханзарифа, это была ваша мечта? Вот вы говорите, да, Фадима говорит, пять лет она так хотела. Мечта была создать студию? Да, действительно. Видя, какие у нас очень такие талантливые детки, которые чуть не уступят здоровому населению, так сказать, своих ровесников, хотелось поработать. Именно это была мечта всех наших детей, чтобы такой профессиональный режиссер, как Фатима Пагиева, поделилась своим талантом и привила им любовь к театру. И вы знаете, я была настолько удивлена, насколько в самом деле много заложено в наших детках, и насколько они смогли раскрыть свой творческий потенциал. Просто сердце радуется. Вы поймите меня как маму больного ребенка, я уже 30 лет работаю в этой сфере, и за 30 лет реальная мечта вот в самом деле осуществилась благодаря президентскому гранту. Седьмая попытка, только седьмой попытки у нас получилась. Конечно, перед этим пришлось много раз выезжать за пределы, я практически ни один форум-сообществ в Москве не пропускала. И у меня был, значит, диалог с генеральным директором. Возьмите, пожалуйста, микрофончик. Да, чуть плохо слышно. С генеральным директором фонда президентских грантов, значит, с Чукалиным Илёй Владимировичем удалось мне переговорить, почему у нас вот уже более 21 года нашему центру, и наши попытки остаются, так сказать, неосуществимыми. Он попросил визитку. Это даже очень интересно, как так, с таким богатым опытом работать, чтобы у вас не получилось. Я говорю, вот так и так направил к советнику, к Татаринову. Я очень благодарна, очень такой, очень с пониманием отнесся. Буквально рассмотрел на моих глазах, пересмотрел и указал, на какие мы конкретно ошибки у нас есть. И, слава богу, уже с седьмой попытки у нас получилось все. Реально выиграли миллион рублей. И, конечно, средства были не настолько большие, чтобы можно было осуществить все, что было задумано, но мы справились. Вокруг нас окружали очень такие люди добрые, отзывчивые. Меценат Сильва Акопова, Акопиан, прошу прощения, оказала содействие. Она нам закупила ткани на все костюмы. Это добрый жильц с ее стороны был. Наверное, и декорации тоже, да, нужно было? А декорации мы уже за счет средств фонда приобретали, все, что было. Ну, максимально мы пытались, ну, урезали средства, ну, нереально было. Учитывая то, что инфляции, деньги тоже как-то обесценивались и приходилось выкручиваться как-то. Ну, у нас, Фатима Савельевна, вообще огромный опыт работы. Она находила реально возможность, чтобы все-таки спектакль получился. У нее очень много друзей, которые стали с нами рядом. Я очень благодарна Георгию Бестаеву, режиссеру-постановщику его танцев. Как ему удалось за такое короткое время столько танцев поставить, это что-то из области фантастики. Прямо много танцев, да? А поют? И поют, и танцуют. И танцуют, да, да, да. У нас мы завершаем шимдом в конце. Фатим, ну, это можно и, наверное, мюзиклом назвать, нет? Вполне. Ну, и танцы. Музыкальная сказка, скорее всего, да. Спасибо. Тогда я девочек спрошу, вот вижу, как глаза у ваших наставников, горят глаза. Я не знаю, почему они такие счастливые. Наверное, за вас счастливы. Каково вам, вот привила вам, Фатима, эту любовь к театру, о котором говорит Ханзарифа? Нет, микрофончик не может. Мы очень рады, что нам получилось. Нам удалось открыть нашу театральную студию. Мы благодарны, что мы работаем с такими специалистами, как Фатима Савельевна, Георгий Бестаев, который нам поставил за один день почти все танцы. А что особенного вам нравится вот в постановках, да, в репетициях? Что особенного вот вы для себя открыли? Мы раскрываем себя, показываем себя как личности. У нас очень дружный коллектив, у нас много всего бывает на репетициях. Это очень дает уверенность себе. Уверенность? Да. Вот. Камила? Я очень благодарна Фатиме Савельевне, потому что она очень хороший наставник. Она в ходе нашей первой премьеры, она каждый день, я очень переживала. Она вас поддерживает и вдохновляет. Я все время ей писала. Она очень помогла нам, очень. Но это у нас, девочки, первый состав или второй? Это первый состав. Первый состав, но чуть-чуть видоизмененный. В первом составе, в одном из составов, да, она вот в первой премьере была у нас... Баба-Ёшка. 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 А сейчас она у нас была снежной королевой. Ну, поэтому сегодня она вот... Да. Да, сегодня уже другой образ. Да. И у Камилы тоже чуть-чуть. Она у нас была кикимора, а сейчас она у нас... Да, Баба-Ёшка. Да, Баба-Ёшка. В общем, они у нас такие. А ну-ка, девочки, тогда рассказывайте по ролям. Вот что вам ближе по характеру? Какая роль? Баба-Ёшка. Баба-Ёшка? Так. Ну, мне, наверное, тоже... Ну, играть было интересно в каждой роли. Тут Баба-Ёшка такая, она, можно сказать, такая злая немножко, негативный герой. Но ты сейчас говоришь злая совсем не со злостью. Мне кажется, твоя Баба-Ёшка была добрая. Ну, так. Вот. И они же могут быть разные, правильно? Да. А в роли Снежной Королевы надо было держаться. Она такая непробиваемая, холодная, надо было быть. А близко это тебе для твоего характера? Ты можешь себя назвать тоже такой вот холодной, непробиваемой? Ну, наверное, нет. Нет? Нет. Она у нас очень добрая девочка, милая. Она, помимо того, что у нас в спектакле принимает участие, она у нас еще модель. Так, девочки, тем не менее, что было самого для вас сложного? Вот что сложное было в постановке? Сложного, в принципе, ничего не было, когда ты работаешь, прорабатываешь. Когда тебя поддерживают окружающие, это очень важно. Прорабатываешь каждую маленькую сцену, изюминку, то тогда уже становится легче. Легче бывает, когда рядом с тобой наставники, когда ты чувствуешь поддержку. Я, например, когда я первый раз выступала, я боялась только первые две минуты. А потом... Все как пошло потом, да? Как по маслу? Я поняла, что да, как по маслу пошло. Я думала, что я вообще забуду свой текст. Ну, не забыла. Нет. У нас у нее открылись таланты. Она после этого спектакля... Мы сейчас готовим новый медийный проект. Она прекрасно читает стихотворение. Великолепно. А можно какой-то фрагмент? Камил, сама думай. Да. Не цепляйтесь за прошлое, не живите обидами, вспоминайте хорошее. И друзьям не завидуйте. Спасибо. Спасибо. Правда. Хорошо. Время завершается у нас. Вот есть, ну, в такой, в перспективе, наверное, какой-то гастрольный выезд? Да? Да, конечно. Микрофончик. Мы планируем выехать с гастролями в Южную Осетию, в Цхинвал. Но у Фатимы очень много друзей. И мы надеемся, что все-таки ближе к весне все нормализуется. Как-нибудь от этого ковида избавимся. И наша мечта осуществится. Мы планировали также проехать по всей республике как бы с этим спектаклем. Но вы видите, что все-таки эти ограничения не дают нам реально осуществить это. Почему мы сегодня собрали? Мы должны были в интернатах также показать этот спектакль. Это мы обсуждали с Фатимой Савельевым. По республике. И поэтому сегодня мы были вынуждены собрать школу-интернат глухих, школа-коррекционная, четвертый интернат, Сбеслана, ЦДО. Это инклюзия, да? Это Аэро. И вот сегодня практически они смогли увидеть, и все в восторге. В один голос все говорят. Мы такое удовольствие получили. Мы как-то... И все те дети, которые присутствовали на спектакле, изъявили желание ходить на наш этот... В вашей студии. Они все мечтают попасть в Фатиме Савельевне. А есть такая возможность? Да, конечно. Да, есть. Почему второй состав у нас видоизменяется чуть-чуть, да? Одни заменяют других, добавляется еще. И каждый раз к нам кто-то приходит и говорит, я тоже хочу. Даже многие были... Вот мы хотели в следующем проекте участвовать. Многие подходили. Поэтому... Мы написали сейчас как бы новый проект. Вот в январе будет уже известно. Должен создать творческую студию. В ходе работы в театральной студии сама жизнь диктует. Во-первых, там обучать надо вокалу, надо обучать художественному слову, хореографии. Все то, что нам понадобилось в театральной студии, все это будем в творческой студии прорабатывать. И уже будет полный тандем со всех сторон. И будем и фестиваль творчества детей и инвалидов готовить. Очень много возможностей будет. Я очень надеюсь, может, выиграем. Я не теряю надежды. После того, насколько удачно вот у нас сама театральная студия уже заработала, но с таким режиссером, как Фатима, мы все преодолели. Согласна, согласна. Спасибо вам большое. Заряжайте своим энтузиазмом. И желаю вам удачи, творческих успехов в этом году, здоровья самое главное. Ну и мы всегда рады вас видеть в этой студии. Спасибо, что пришли сегодня. Спасибо вам огромное. Огромное спасибо за то, что национальное телевидение всегда с нами рядом. И все проекты, по поводу которых мы обращаемся, вы всегда нас зовете. Спасибо. С удовольствием. Спасибо. Это все на сегодня. Хорошей вам рабочей недели. Отличного настроения. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!